это улетные выходные сегодняшний обзор для тех кому надоел город и соцсети мы в николаевке и здесь практически нет интернета путешествие началось прекрасно на подъезде к сан-жейке мы застали ремонт дороги дорожники организовали реверс и вот сейчас ждем когда проедет встречка мы снова отправились на юг проехали затоку сергеевку санжейку и грибовку и вот уже приближаемся к николаевке дорога хорошая но вот такие вот я ночные ремонт и встречаются магазинчик то с терминалом классно ничего техника дошла и до николаевки дошла где еще узнать кучу сплетен как не в магазине вот тайны николаевки нам открыла продавщица магазина местного говорит что в прошлом году вся территория за ее магазином было заставлено палатками кемпинг был такой самодельные люди устраивали в этом году туристов вообще нет нет туристов не отнимать дома есть свободные места а вот и столовая 150 это три раза в день или за один прием три раза в день а что входит что сегодня на завтрак допустим 15 человек отдыхает 15 человек здесь питаются 150 гривен стоит трехразовое питание в этой столовой ну обед мы видим сейчас на столе база с огромной территории но очень мало заселенных домиков есть такая некая доля запустения можно снять через окно даже с кроватью наконец-то слушая это что дом культуры может здесь есть дискотека ночью мне нравится если она есть конечно она закрыта все закрыто все веселье закрыто скажите пожалуйста как вам тут отдыхается можно ли вас снять классно отдыхает расскажите где у вас туалет мы обошли базу не можно найти туалет в каждой комнате а в каждой комнате есть вот это уже хорошо конечно потому что там старые домики стоят в них нет условия 5 год отдыхаем нам нравится сколько здесь стоит с условиями номер 420 гривен это трех есть человека или человека этот входит трехразовое питание и домик кондишена телевизора нет а он не нужен просто-напросто потому что он надоедает киви на базе есть детская площадка пройти лесочек свежий воздух все прекрасно а в николаевке она как бы еще не раскручена таких лунопарков такого нету в 50 метрах от моря есть вот такой вариант базочки 600 гривен в сутки трехместные номера общая кухня место кондиционера вентилятор а так все удобства в номере вы здесь отдыхаете подскажите пожалуйста номер стоимость удобства нравится но вот снимаем до 540 гривен с человека с питанием трехразовым причем есть минимальный выбор поэтому классно мне нравится в номере хорошо убирают как вам вообще николай такого вот спокойно чтобы расслабиться на недельку на не больше или снимала и мало и не скучает без интернета скучно потому что там точно не ловит а сейчас зайдем в базу которая находится прямо возле моря узнаем цены здесь от 900 до 2000 а 900 это что этот стандартный двухместный каждом номере кондиционер телевизор вай фай душ туалет а ресторанчик у вас есть какой-то на территории или столовая или что-нибудь черноморка видишь да вижу там есть ситуации ресторанное меню можно заказывать оттуда не значимая а у вас есть у них рыба у нас мясо а максимум вас люкс двухкомнатный люкс 1900 двухкомнатный люкс с видом на море или что 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 есть по удобствам ой ради бог дитым ну что ты видом на море с окна он пошла на море любуйся а прямо на берегу стоит ресторан и монополист николаевки это таверна с морепродуктами здесь рыбу покупают килограммами по крайней мере именно в килограммах указаны цены в меню для любителей морепродуктов здесь есть абсолютно все пусть вас не пугает цена первый столбик это не готовая продукция вы ее можете забрать сырой домой второй столбик это уже заготовый продукт знаете приготовлено очень сочное в ресторане туалета нет но есть вот такой вот общественный платный туалет стоит 2 гривны душ 10 гривен можете приходить после моря и мыться м 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